Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев и мы начинаем наш пятый урок необходимые плагины для WordPress. Вкратце, что такое плагины? Плагины нужны для расширения функционала WordPress. И в этом уроке мы рассмотрим самые необходимые плагины. Итак, план урока. Rustalad. Этот плагин конвертирует кириллические символы в латинские буквы. Очень полезный плагин. Красивые URL без русских букв. Это как раз для поисковых машин. Они такие любят для хорошей индексации. Второй плагин. Вп Монолиза. Смайлы. Ну какие комментарии без смайлов? Третье. WordPress Firewall. Защитим наш сайт от хакерских атак. Четвертое. Subscribe to comments. Позволяет читателям получать уведомления о новых комментариях. Это для комментариев. Для формы комментариев. Пятое. Hoppercash. Кеширование сайта. О кешировании сайта можно много говорить. Тот, кто не знает, что это такое, зайдите в Яндекс, поищите Википедии. Вкратце скажу, что это нужно для того, чтобы ваш сайт работал намного быстрее. Мы его установим, но настраивать будем в конце работы, когда сайт будет полностью готов. Шестое. Captcha. Защитный код от спама. В процессе установки, тем, кто не знает, что это такое, наглядно увидите, посмотрите, сразу поймете, что это и зачем он нужен. Итак, заходим в админку нашего сайта. Дальше идем в плагины. Добавить новый. Сейчас я его научу вас добавлять плагины прямо из админки вашего сайта. В уроке с архивом, в папке с уроком я вложил текстовый документ с названием всех этих плагинов, которые мы будем устанавливать. Просто зайдите туда, скопируйте, чтобы руками не писать и вставьте в поле поиска и нажмите Enter. Вот наш плагин. Рядом выскакивают какие-то смежные, возможно, похожие плагины. Но мы будем рассматривать только самые важные. Можно посмотреть детали. Смотрим важный рейтинг. Вы можете поискать какие-то другие плагины, которые вам понадобятся. Иногда здесь вот добавляют еще вкладку скриншоты. Очень интересно посмотреть, что за плагин. Здесь в этом плагинный скриншот не требуется. Нажимаем кнопку вот эту установить. Итак, плагин установился. Идем теперь. Идем в плагины, отсортируем неактивные. Ищем наш плагин. Вот он. Нажимаем активировать. После активации плагин, наш плагин находится на стройке в самом низу. Вот он. Рустолар. Здесь ввода настройка. Ничего делать не надо. Он уже готов и будет делать свое дело. Дальше. Второй плагин у нас. Вп монолиза. Копируем как есть. Смайлы. Идем опять в плагины. Добавить новый. Вставляем в поле поиска. Нажимаем Enter. Вот он единственный наш плагин. Нажимаем установить. Плагин успешно установлен. Нажимаем активировать плагин. Он появился, видите, вот здесь. Нажимаем. У нас тут выскочило предупреждение, что нужно в настройках кое-что отключить. Идем в настройки. Написание. Форматирование. Пропризовать смайлы подобию. Галочку выбираем. И нажимаем сохранить мнение. Идем опять в монолиза. Сообщение у нас пропало. Еще нужно снять вот эту галочку. В принципе, настраивать больше тут ничего не нужно. Давайте посмотрим, как это работает. Идем. Сайт. Переходим. У нас тут единственная пока запись. Переходим на нее. Проверим комментарий. Я тут два уже отправил. Вот, нету нашей комментарии. Попробуем оставить. Вот, смайлы оставляются. Ответить. Несколько смайлов попробуем отправить. Смайлы хорошо работают. Следующий плагин, который будем ставить. Firewall. Защита от хакерских атак. Выделяем его. Копируем. Нажимаем на кнопку Добавить новый. Все то же самое. В поиске вставляем название плагина. Нажимаем Enter. Вот данный плагин. Нажимаем Установить. Видим, что плагин успехно установлен. Нажимаем Активировать плагин. Ищем наш плагин настройки. И в самом низу, вот здесь он Firewall. Здесь, в принципе, настраивать ничего не нужно. Главные галочки проставлены вот здесь. Это и есть виды хакерских атак. Их ни в коем случае не убирайте. Это и есть защита. По сути, наш сайт теперь более защищен. Идем к следующему плагину. Идем в наш блокнот. Выделяем следующее название плагина. Subscribe to comment. Позволяет читателям получать уведомления о новых комментариях. Сейчас вы поймете, где это будет отображаться. Идем в плагины. Добавить новый. В поле поиска также вставляем. Нажимаем Enter. Вот данный плагин. Самый первый. Нажимаем кнопку установить. Установка плагина успешно завершена. Нажимаем активировать. Зайдем в настройки данного плагина. Находится он в настройке. И вот он. Subscribe to comments. В настройках плагина нужно будет, конечно, здесь кое-что перевести на русский язык. Лично я в английском не силен. И использую Google Переводчик. Можете сделать так же. Просто копируйте данное английское слово. Предложение. Тут надо заменить вот несколько. Сейчас я объясню. Идите в Google Поиск. В Google Поиске нажмете Google Переводчик. Он вам выдаст адрес. Перейдете на этот адрес. В поле Google вставляете. Здесь перевод от русского на английский. Вставляете. Английский, русский. Нажимаете перевести. Результат появится вот здесь. Копируем. Не обязательно, конечно, вставлять то же самое. Вы можете подумать и придумать сюда какое-то другое описание. Следующее. Копируем сначала до точки. Делаем Google Транслей. Вы подписаны на эту запись. Копируем русский текст. Увидев вот такие символы, это теги. Их не трогайте. Копируйте и вставляйте только английские слова. Тут начинается вот отсюда. Копируем вот до сюда. Вот эти слова, вот эти кавычки, это теги. Их трогать не нужно. Также вставляем. Управление подпиской. Вставляем сюда. Следующее. Копируем так же до точки. Потом, по ходу, вы поймете, где это выскакивает тег, за что это отвечает. Я вам сейчас тоже покажу. Закончим с настройкой этого плагина. Управление подписками. Продолжаем настраивать наш плагин. Тут можете прописать название вашего сайта. Здесь ставите свой email, ящик. То есть, если вы сами подпишетесь на своем сайте об ответах, о новых комментариях. Например, у вас люди там ведут какой-то диалог, комментируют ваши музыкальные посты. И вы захотите узнать о том, когда и что пишут люди в данном посте. То вот на этот электронный ящик, который вы укажете здесь, будут приходить уведомления, что данный пост был прокомментирован кем-то с ссылкой. То есть, вы через почту прям сможете по ссылке перейти в данный пост или в данную статью. Здесь больше ничего трогать не надо. Нажимаем Update Options. Опции сохранены. Посмотрим, как это работает. Идем на сайт наш. У меня свой, у вас свой. Будет выглядеть он, наверное, вот так. Зайдем сюда, кликаем сюда. Пускаем в самый низ. Если вы автор, будет указано, написано вот так. Давайте нажмем Выход. Выйти. В адресной строке убираем лишнее. Заходим внутрь. Спускаемся в самый низ. И не зарегистрированный, например, человек и не автор, соответственно, этого поста или этой статьи. Внизу под формой комментариев будет вот такой чекбокс, где может человек поставить галочку. Уведомить меня о выполнении. Но тут, соответственно, текст может упоминать на другой. На моем сайте, музыкальном, такой вот текст. Уведомить меня об ответах по электронной почте. То есть, вы можете, говорю, сюда любой текст, который вам нужен, сюда использовать. Если человек хочет подписаться на комментарии, он ставит галочку. Например, участвует в диалоге, что-то отвечает или пишет комментарий. Ставит галочку, если хочет получить ответы на электронный ящик. Вот такой вот полезный плагин. Идем в плагины. Добавить новый. Следующий на очереди у нас HooperCash. Кеширование сайта. Ищем. Как я уже и говорил, мы его только установим. Настраивать будем его в конце этого видеокурса. HooperCash. Плагин успешно установлен. Активируем. Ищем его. HooperCash. Вот он. Мы его поставили. Просто нам он пока не нужен. Мы его настроим в самом конце. Следующий плагин. И последний это Capture. Плагин и добавить новый. Capture. Нажимаем установить. После установки и активации плагина он появится у вас вот здесь вот. Capture. Кликаем туда. Настройки здесь небольшие. Галочки оставляем. Это где вы хотите, чтобы отображался Capture. Capture защищает от спам-ботов и от спамеров. Чтобы не могли просто так, например, писать комментарии какие-то левые. Прежде чем отправить комментарии, им придется ввести Capture. Capture здесь какая? Здесь заголовок. Для Capture можно, например, написать такое вот. Обязательное поле, какой символ. И вот здесь вы можете выбрать, какая будет Capture использоваться. Есть подсказка. Как будет она выглядеть? Можете сделать только плюс. То есть решение, например, 7 плюс 1. Человек должен будет ввести вот в это поле решения. И если оно правильно, комментарий опубликуется. Если неправильно, соответственно, и выдаст ошибку. Сами смотрите. Можете оставить вот цифры, слова. Или оставить все. Тогда оно будет рандомно само подставляться. То есть то ли плюс будет, то ли минус. Будет само автоматически меняться. В принципе, настройки здесь все. Нажимаем «Сохранить изменения». Плагин переведенный. Давайте посмотрим, как это выглядит. Переходим на сайт. Спускаемся вниз. И вот оно появляется. Если пользователь не авторизованный, он увидит вот эту Capture. Он должен будет ввести решение. Написать комментарий и отправить. Плагин рабочий 100%. Если зайти на сайт как авторизованный пользователь, то, соответственно, Capture нет. Но в настройках плагина можно выставить так, чтобы было и для зарегистрированных пользователей Capture решать вам. Вот здесь вот галочку снимите. Нажмете «Сохранить». И тогда для зарегистрированных пользователей будет появляться Capture. До встречи в следующем уроке. До встречи в следующем уроке.